Строить предприятия, а не торговые центры – один из лозунгов этой предвыборной кампании. Коммерческих площадей в городе Невест уже и так в переизбытке. Но, несмотря ни на что, в год открываются десятки новых торговых центров. Когда в сквере в микрорайоне ДСК появилась строительная бытовка, местные жители обрадовались. Наконец, построят давно обещанную им детскую площадку. Но, как бы не так, вместо их рощицы здесь вырастет еще один торговый центр. К нам обратились жители близлежащих домов, которые недовольны тем, что предполагается уничтожить рощу. Тут посчитали где-то около 80 деревьев. И вообще, когда на Думе решался вопрос о присвоении этой зоны рекреационной отдыха, большинство депутатов не согласились. Шла речь о возможном строительстве торгового центра. Но, честно говоря, не обозначалось, что на месте, где находится березовая роща. Площадь будущего сооружения – 3,5 тысячи квадратных метров. Разрешение на строительство, подписанное уже новым руководителем Комитета по архитектуре и градостроительству, у застройщиков есть. Но, несмотря на это, завидев нашу съемочную группу, работники будущей стройки, к слову, уроженцы стран Азии, бросились в рассыпную, оставив даже новенький инвентарь. Такое спешное оставление места работы объясняется просто. Разрешение на выпил деревьев, которые мы вероломно прервали своим визитом, пока не получено. Застройщик нарушает закон. Но, видимо, ради лакомого кусочка земли можно пренебречь такой условностью, как бумажка. Тем более, стоит поторопиться со строительством, пока не заселена соседняя многоэтажка. Ее будущие жильцы не обрадуются соседству с торговой точкой. Но будет уже поздно. Вновь строится здесь дом, жителей пока нет, а эта роща как раз бы пригодилась им для отдыха с детьми. Тем более, жители проявляют инициативу с тем, чтобы облагородить вот эту вот рощу. Микрорайон растет, но гулять с детьми по-прежнему негде. Нет детских площадок, скверов, скамеек. Местные жители уже два года предлагают администрации города организовать здесь место отдыха и место памяти. Я являюсь членом общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Мы вышли с инициативой на главу города Иваново о благоустройстве данного района. Мы предложили благоустроить данную рощу, посадить в сторону микрорайона Суховка, аллею памяти афганцев, погибших в Афганистане. Потому что памятник у нас есть в городе, но там скупые строки фамилии, имен и более ничего. А здесь мы хотели установить стенды с фотографиями, биографиями, где жили, где учились и как погибли. Здесь же уместилось бы мини-футбольное поле и игровая площадка для самых маленьких. И хоть отказа от городской мэрии жители не получили, идея так и осталась неоплощенной. Впервые мы обратились в октябре 2012 года. И тогда мы неоднократно встречались с Александром Станиславовичем Кузьмичевым. Он всегда обещал посодействовать в решении данного вопроса. А потом выяснилось, что на этом месте раньше нас кто-то подал заявление на строительство торгового центра. Кто не успел, тот опоздал. Хотя доподлинно известно, что разрешение застройщику выдано только в конце августа. Теперь у местных жителей есть два пути. Смотреть из окон на строящийся торговый центр, дыша выхлопами от паркингов и боясь выпустить детей на прогулку. Или начать отстаивать свои права на зеленую рощицу. Пока еще не совсем поздно. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.